На сегодняшний день тенденция благоустройства населенных пунктов крайне актуальна. Общественные места отдыха, парковые зоны и даже частные дома интенсивно облагораживаются, становясь эстетически привлекательными уголками, куда тянет вернуться. Дорожка, которая оформлена свежим аккуратным газоном с клумбами и декоративным водоемом с плавающими лилеями, гораздо привлекательнее, чем серая мрачная плитка и десяток скучных деревьев. Деревня Убл из Калинковического района всего лишь один, однако показатель, например, того, как можно наводить порядок на земле. Сегодня уже невозможно представить, что совсем недавно здесь находилось такое количество пустующих домов, что в темное время суток сельчане даже боялись выйти на улицу. В таких брошенных строениях, говорят, можно было встретиться с кем угодно – от волков из ближайшего леса до перебравшихся на летнее время бомжей из города. Тут была заросля. Тут только бомжи тут ховали, были наркоманы. Лес будет расти. Скоро вовки будут под хатой ходить. Это уже так заросла эта область совсем. Это было 300 дворов. А сейчас что? Это хорошо, что позносили. А что бы они? Ужатники. Тут было величие. Освободившиеся земли сразу же ввели все вооборот. Средства, конечно, вложили немаленькие. Снос и рекультивация одного участка обходятся в среднем в 500 рублей. Однако и плюсы очевидны. Подсчитано, что при выращивании сельхозкультур затраты на этих землях окупаются за 2-3 года. В общей сложности мы ввели в поля севорота где-то 120 гектаров земли. И из них это 74 гектара после сноса ветких домов. В настоящее время работа продолжается. В Будокошелевском районе ситуацию с вовлечением в севооборот неиспользуемых территорий земельные службы держат на постоянном контроле. Только за один месяц, ноябрь 2016-го, местным сельскохозяйственным предприятиям и в лесной фонд передано около 350 гектаров. Земля же нам в первый год не работает. Для того, чтобы она заработала полноценно, надо хотя бы 3 года. Но учитывая то, что сегодня мы вовлекаем ту землю, там где были приусадебные участки, где были многолетние насаждения сады, то и самая плодородная земля. Надеемся, что она быстрее заработает. В сельскохозяйственном унитарном предприятии Андреевка Будокошелевского района в этом году на баланс планируют принять 250 гектаров. Где-то старые сады раскорчевали, где-то взялись забывшие приусадебные участки. В свое время находившиеся здесь ветхие дома снесли, однако рекультивацию территории по причине отсутствия средств не проводили. За пару лет земля вновь заросла кустарником. Наведение порядка на таких участках – дело недешевое, однако с учетом качества земли – перспективное. Кроме сельхозорганизаций к процессу наведения порядка на земле, в Будокошелевском районе привлекли фермеров. Свободной, хорошей земли здесь практически не осталось, однако более полутысячи гектаров все еще находятся под старыми неиспользуемыми садами. Когда-то район активно занимался виноделием, однако сегодня у него другие приоритеты. Здесь стоял старый заброшенный сад. Мы этот сад забрали своими силами, средствами, выкорчевали, ввели все вооборот. И теперь там очень хорошая пахотная земля. Выращиваем на этой земле овощи, картофель. Значит, сбыт у нас уже налажен. В основном реализуем свою продукцию на рынках города Гомеля, районных центрах. В вопросах наведения порядка на земле частногосударственное партнерство оказалось достаточно эффективным. Тем более, что интерес взаимный. Частным предпринимателям для расширения производства нужны дополнительные площади. Местным органам власти – реальная помощь в благоустройстве. Тогда выделяли деньги, мы сносили дома, но не занимались рекультивацией земель, то есть благоустройством территории. И вот такие три территории она взяла, она сделала благоустройство, то есть провела рекультивацию земель и заняла их. Она установила туда теплицу и как бы подошла к самым домам. То есть наша земля не пустует, она работает. В Гороческом сельсовете Калинковического района к вопросу наведения порядка на земле подошли творчески. И специальным решением утвердили положение об усадьбах образцового порядка. На сегодняшний день этот статус имеют 17 домовладений. По большому счету ухоженных домов на территории сельсовета намного больше. Однако для того, чтобы стать действительно образцовым, нужно очень постараться. Василий Харлан говорит, что поздняя осень – не лучшее время для оценки сделанного. А вот летом на участке действительно было очень красиво. Розы, лилии, тюльпаны. Летом целая красота. Если вот приехать, посмотреть, как это все удивляются. Ну, Василий, она так моя трудится. Это кустов 50, наверное, роз. Лилий очень много. Впрочем, примеры противоположные пока тоже не редкость. В деревне Бобровиче даже далеко ходить не пришлось. Буквально за забором образцовые усадьбы, несколько строений, готовых самостоятельно развалиться в любой момент. Их хозяин в деревне не живет. Однако и согласия на снос не дает. Пожалуй, самая эффективная мера в таком случае – привлечение к административной ответственности. Выражение «моя земля, что хочу, то и делаю» в данном случае идет вразрез с действующим законодательством. Земля государственная, а поэтому и относиться к ней необходимо соответственно. По законодательству земля выделяется для ведения личного подсобного хозяйства, для садоводничества и огородничества, для строительства и обслуживания жилого дома. Если на эти цели выделен земельный участок, значит, он должен для этих целей и использоваться. Если там произрастают сорняки, значит, по законодательству человек несет ответственность. Впрочем, ответственность человек несет не только за сорняки на приусадебном участке, но и за мусор, выброшенный в канавы, на придорожные полосы и в лесные насаждения. Такие случаи, к сожалению, единичными не являются. Вопрос – доказательная база, потому что очень сложно, даже если сельский совет скажет, если видел конкретно данный человек, что он вывозил мусор за пределы, как говорится, мини-полигона, если где-то существует или просто с домовладения, то это не доказательство. Надо конкретно, ой, не один человек и конкретно еще указывать идет документы. Если какие-то документы мы находим, данные, как говорится, свалки, мусорки, хотя это вроде бы неприлично, какие-то кто-то оставляет письма, какие-то открытки оставляются, там газета идет подписана по адресу, тогда в таком случае это стопроцентно можно доказать, что данный человек вывез мусор куда-то за пределы населенного пункта. Еще несколько месяцев назад весь бытовой мусор жители деревни Высокое Кармянского района вывозили на мини-полигон. Правда, некоторые вели себя здесь явно не по-хозяйски. Не говоря уже об отсутствии минимальной сорсировки отходов, все привезенное могли запросто выбросить непосредственно на въезде. Еще одна проблема – животные. В поисках еды сюда могли и домашние коты с собаками заглянуть, и дикие волки с лисицами. Сегодня полигона уже нет, а вывозом мусора занимаются местные коммунальники, заключившие с сельчанами соответствующие договоры. Большинство нововведения приветствуют, однако есть и такие, кому нужно все плюсы буквально разложить по полочкам. Люди привыкли к тому, что трактор ездит, что проще выставить, чем вывозить это на полигон. Ну и потихо объясняли, конечно, что можно вывозить, что нельзя, что где-то можно из чего-то сделать компост, что-то сдать на макулатуру. Но сейчас люди воспринимают уже это адекватно. Людмила Чистякова с новыми подходами в вопросах наведения порядка на земле согласна. Тем более, что, если разобраться, многие отходы оказалось вполне возможным превратить в доходы. С тех же веток, например, получается высококачественное и практически бесплатное удобрение. За остальным по расписанию приедут коммунальные службы. Наверное, удобнее тогда, когда собирают мусор. Если у меня, допустим, скапливается, я только его сложила аккуратненько, подъехали, забрали, у меня нет вопросов, нет проблем. Каждый понедельник, вторая половина дня это подъезжают и собирают мусор. По словам работников коммунального хозяйства, обслуживание мини-полигонов – дело затратное. Тем более, что некоторые из них были открыты еще и с нарушениями природоохранного законодательства. Не в последнюю очередь. По этим причинам большинство таких полигонов сегодня закрывается, а территория рекультивируется и передается сельхозорганизациям или в лесной фонд. Полигон твердых бытовых отходов Сопрыки в Чечерском районе решили оставить, однако привели его в надлежащий вид. Даже установили систему видеонаблюдения. Теперь привезти сюда запрещенные строительные материалы или остатки деревьев можно, однако при этом придется заплатить серьезный штраф. Осуществляется поэтапный контроль за выполнением. Например, вот этот полигон сравнительно недавно находился в неприглядном, несоответствующем требованию законодательства состояния. Сейчас, как мы наблюдаем, он приведен в то состояние, в котором должен быть. Отходы подбуртованы, сделана отсыпка-подсыпка отхода, установлены все необходимые познавательные знаки для мини-полигона, режим его работы, в том числе даже установлены фотоловушки для пресечения нарушений законодательства. В 2016-м коммунальное жилищное унитарное предприятие «Чечерское» начало закупать у населения макулатуру, стеклобой и пэт-бутылки. Привычно для большинства горожан раздельный сбор бытовых отходов начал входить и в сельскую жизнь. Правда, увидеть предназначенные для этих целей контейнеры пока можно не везде. По большому счету, коммунальники еще побаиваются. Где-то туда начнут бросать абсолютно все отходы, а где-то могут и на металлолом сдать. В Оторском сельсовете контейнеры установили за счет выигранного международного гранта в размере 13 тысяч долларов. До этого, естественно, мы проводили опрос населения, насколько наше население готово. Плюс у нас работали волонтеры, которые объясняли необходимость сбора раздельного, чтобы люди не сжигали бутылки, стекло. Потому что, когда они лежат в земле, это наносим вред. Поэтому сначала информационная работа, а потом уже продолжили работу по установке площадок для раздельного сбора. Всех у нас установлено 33, охвачено 10 населенных пунктов. Это немножко больше, около 60% населенных пунктов. Ну и дальше мы работаем, потому что за собственные средства, которые мы получили за счет участия в другом конкурсе, мы приобрели контейнеры и для общего сбора. В маленьких населенных пунктах мы будем ставить раздельный сбор мусора и бытового. Говорят, что культуру поведения на земле нужно воспитывать еще с детского сада. Однако и ко взрослым людям никогда не поздно найти подходы. После того, как руководство сельскохозяйственного предприятия «Отор» навело порядок на ферме, ее работники другой жизни уже не представляют. Даже говорят, работать стали лучше. Я прошла в 1994 году на ферму. Скота было мало, всего тысячу голов. Раздрюха была сырая и поваленная. Грать была, нигде не было не пройти, с чего не работать. Работы только. Все условия созданы. И душевые поделанные, и ленуголки эти, как раньше назывались, вообще все отделано. Ей, иди отдохнуть, чаю попить. Все хорошо. В акционерном обществе «Отор» деньги считать умеют, а поэтому стремятся расходовать их рационально. Однако это не означает всеобщую экономию. Во всяком случае, если речь идет о создании для работников социально-бытовых условий. Необходимость проведения такой работы в Гомельской области вообще никто не оспаривает. Однако за год действия соответствующего решения облсполкома в каждом десятом хозяйстве его так и не выполнили. Было принято Гомельскому облсполкому решение продлить срок исполнения данных мероприятий до 1 февраля 2017 года. Соответственно, у руководителей сельхозорганизации еще есть шанс за эти два месяца выполнить все необходимые требования госанадзора. И таким образом, во-первых, обеспечить достойные условия труда работающих, во-вторых, избежать дополнительных санкций со стороны надзорных органов. Надзорные органы ситуацию в сельскохозяйственных предприятиях контролируют постоянно и тщательно. Тем более, что оснащение лаборатории позволяет проводить необходимые анализы непосредственно в районных центрах гигиены и эпидемиологии. Во всяком случае, когда в агрогородке «Отор» местное сельхозпредприятие решило открыть собственную столовую, проверку провели самую тщательную. Когда принимали в эксплуатацию, то основные требования были соблюдены по точности технологического процесса, по набору помещений, закуплено было новое технологическое холодильное оборудование, ну и ряд требований, касающихся технологических режимов. В плане создания санитарно-бытовых условий для работников открытие собственных столовых на Гомельщине пока можно считать больше исключением, чем правилом. В «Оторе» такая столовая обошлась хозяйству более чем в 100 тысяч динаминированных рублей. Сумма немаленькая, однако теперь людям удобно, а акционерному обществу выгодно. Со следующего года, кстати, столовую планируют открыть для всеобщего пользования. «Раньше обеды мы брали в ресторане города Чечерска. Это было нам накладно. За обеды платили дорого. В настоящее время, вот даже экономия, когда мы ввели, уже экономия где-то 16 миллионов получается в месяц только. Мы их сэкономили». Сегодня это, пожалуй, самая редкая специальность – кузнец. Когда-то без этих людей на селе и жизни не было, а сегодня везде сплошная автоматика. Впрочем, ручной труд настоящих профессионалов, как оказалось, в лету не кану. Во всяком случае, в акционерном обществе «Звезда» Чечерского района кузнеца можно увидеть и сегодня. Правда, условия его работы уже не те, что были пару десятилетий назад. Впрочем, нововведения касаются не только кузнецы или того же токарного цеха. Мойка для техники сельхозпредприятия здесь когда-то тоже была. Однако со временем, как и в большинстве хозяйств области, ее забросили, а вся грязь щедро пропитывала почву. Теперь эта экологическая проблема осталась в прошлом, как и вопрос с благоустройством фермы в деревне Покуть. Когда-то здесь лежал асфальт, однако со временем он пришел в такое состояние, что для той же техники езда по этой территории напоминала настоящий джип-триал. Пришли к такому выводу, что нужно обязательно произвести благоустройство, асфальтировать территорию для того, чтобы можно было технике работать, чтобы людям было приятно. И территория сегодня должны расти цветы на клумбах. Должна быть частота, должен быть порядок. Поэтому это было необходимо. И все это нам обошлось. 85 тысяч динаминированных рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова